Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Эмиль Фриан, французский художник-реалист. Родился в городе Диос, 40 километрах к северо-востоку от Нанси в 1863 году. У мальчика оказался несомненный талант к живописи. Друзья отца, Эмиля, предложили ему поступить в городскую художественную школу Нанси. В конце концов, он оставил лицей, получая частное образование и полностью сконцентрировался на искусстве. Директор художественной школы был последователем реализма в живописи молодой Фриан, писал натюрморты и окружающий Нанси ландшафт «Я пользуюсь википедем». Впервые он выставил свою картину «Малыш Фриан» в возрасте 15 лет на ежегодном городском художественном салоне. Сразу став местной знаменитостью. Годом позже выиграл городской грант, был направлен городским муниципалитетом в Париж. Мастерскую художника Александра Кабанель, признанного мастера той эпохи. Кабанель научил его писать картины на исторические сюжеты в академическом стиле. После года работы, получив представление классической и салонной живописи, разочарованный Фрианом вернулся в Нанси. В Париже он познакомился с Жюлем Бастиен-Лепажем, Эмми Моро Виктором Пруве. В работах Фриана того времени отразилось влияние Бастиена-Лепажа, бывшего в конце 70-х годов Большой Морь. В 1882-м Эмми Моро пригласил Фриана выставить на парижском салоне две его картины «Блудный сын» и интерьер в студии Эмиля Фриан. В 1883-м в возрасте 20-ти лет получил римскую премию второй степени за свою картину «Царь Эдип проклинает своего сына Полине». Его портрет «Пруве за работой» получил римскую премию третьей степени в 1884-м году, а в 1885-м он вновь выиграл римскую премию второй степени. Часть года он работал в съемной студии в Париже, чтобы удовлетворить растущую потребность портрета. Подружился с французскими актерами, братьями Эрнестом и Бенуа Коклен. Для семьи Коклена написал более дюжины портретов. Кроме этого, Бенуа в страстных колеса нерживописи в разное время приобрел еще несколько его картин. Награн, полученный из парижского салона в 1886-м году, художник отправился на учебу в Нидерланд. Его картина «Обед грибцов на реке Мер» не принесла ему наград, но показала его высокий профессионализм. Принятие грибцов побудило Фриана к созданию самого большого полотна «Дня всех святых», принесшего его в Гран-при парижского салона в 1889-м году и приобретенного для Люксембургского музея в Париже. Художник Жан-Луэрнест Миссанье пригласил Фриана поучаствовать в реформировании Национального общества изящных искусств. С тех пор Фриан принципиально выставлялся на ежегодных выставках общества, хотя и продолжал участвовать в парижском салоне. Представитель реализма Фриан писал преимущественно портреты и сцены из повседневной жизни. Как и многие его современники, он использовал фотографии в качестве средства, помощью которого наилучшим образом можно передать действительность. В 1894 году на парижском салоне и салоне на Марсовом поле испарнировались декоративные произведения, заказанные французским правительством для украшения парижской ратуши из Сарбон. Среди них два больших панно работы Фриана. В 1923 году Фриан был назначен профессором живописи в школе изящных искусств Парижа, затем стал членом института Франции. В 1934 году Фриан крапостижно скончался в Париже, был похоронен в городе Нанси. В музее изящных искусств Нанси и в музеях Питтсборга сейчас находится большая часть его работы. Вот так вкратце из википедии о французском художнике-реалисте Эмиль Фриан. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.